Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Наташа. В сегодняшнем видео мы будем разговаривать о макияже и делать именно тот самый макияж, который сейчас вы видите у меня на лице. И весь макияж выполнен одной маркой Artvisage, безумно бюджетный, российский производитель. Дешевле мало что можно найти, если вам интересна такая тема, то конечно же продолжайте смотреть. Ну и прежде чем приступим к теме видео, я конечно же призываю вас подписываться на мой канал, подписываться на мой инстаграм, заходите в гости как можно чаще, я рада каждому подписчику. Все мы конечно же знаем марку Artvisage как безумно бюджетного российского производителя, который имеет некоторое количество хитов, продажи, так скажем, среди своих продуктов. И этим он еще более интересен, попробовать, что же остальное из этой марки, хорошее или плохое. И именно так я решила сделать, купить полноценный набор продуктов для макияжа лица и глаз. И это вышло мне безумно-безумно дешево, около полутора тысяч рублей, если учитывать, что парочка из продуктов этого производителя у меня уже была до этого. Конечно же я буду тестировать это только на себе, я не смогу вам сказать, как это на множестве людей и так далее. Я буду ориентироваться на свои эмоции, свои впечатления, но мне кажется уже этого немало. Итак, давайте приступим к макияжу непосредственно, а полное мнение о продукте будет в конце видео. Ну и как вы видите, что я без макияжа, так что давайте приступим. И я хочу вам показать вот такую косметичку, которую я приобрела в магазине Золотое Яблоко. Это то место, где представлена марка Artvisage. И все вы знаете, что марка безумно бюджетная, что марка российская. И не так во многих магазинах она представлена, но в Золотом Яблоке она точно есть. И конечно же специально для вас я сохранила чек о всех своих покупках. И данный макияж будет по стоимости чуть-чуть превышать полторы тысячи. Это очень-очень бюджетно. Даже когда я пробовала такой же макияж с маркой Catrice, то это обошлось мне что-то около, наверное, там трех тысяч или трех с половиной. А здесь вообще полторы тысячи. Давайте посмотрим, что из этого получится. Все, это будет в макияже первое впечатление. За исключением туши для ресниц от Artvisage Chicago, которая является бессменной моей любимицей вот уже в течение долгого времени. С чего начнем? Начнем, как обычно, с глаз. Я всегда начинаю с глаз, поэтому первое, что я буду использовать, это база, фиксирующая основа под тени, которая называется Color Fix. И это такая кремообразная белого цвета база. База достаточно приятная. Не знаю, как она будет держать тени. Пахнет приятно, наносится приятно. Не стягивает ничего. Так что все вполне сносно. Стоимость базы под тени 133 рубля 85 копеек без скидок, как я понимаю. Как мы выкручиваемся с тенями? Вот такой мусс недавно, Inside Magic Mousse, вышел у Artvisage. У меня он в оттенке номер 104. Консультант сказал мне, что это новинка. И выглядит он следующим образом, так нюдово. И он очень должен сиять на глазах. А также у меня есть румяна в оттенке 106, которые я буду сегодня использовать как многофункциональное средство. Это у меня будет и средство для бровей, и для складки века, и также как контурирующее средство. Вот такая многофункциональность данных румян. Но сначала нанесу вот этот сияющий мусс. Я попробую его пальчиком наносить. Не знаю, пока будет какой эффект. И он же мне, кстати, сегодня заменит хайлайтер. Так что сегодня у нас еще речь идет о многофункциональности средств, если у вас ограничен бюджет. Потому что, к сожалению, в марке Artvisage не все средства можно купить в большом количестве. Например, не представлены палетки. Но понятно, что бренд, наверное, еще не самый супер. Хотя много у него популярных средств. Я взяла небольшое количество мусса и просто вбивающими движениями нанесла на глаза. И, в принципе, глаз мой засверкал. Теперь возьмем на второй пальчик, на второй глаз. То есть, и будем так же вбивающими движениями. Хотя вот здесь мне чуть-чуть не хватает. Что-то напоминает мне по своей консистенции марку Estrade. Потому как их вот эти тинты для губ и век кажутся мне похожими. Тоже при растушевке дают мало цвета. Так вроде бы сияют. А мне нужен цвет, наверное, чуть более плотный. Чтобы... Я люблю, чтобы было видно. Понимаете, да? Это могу быть только я. Вам может быть достаточно легкого подсвечивания глаза. Чуть-чуть размазать по глазику. Что будет сегодня, непонятно. Мусс сияющий стоит 249 рублей 31 копейка. Достаточно дорогое средство в целом для марки Artvisage. Посмотрим, зафиксировался ли он, отпечатывается ли он на пальчики. Нет, он достаточно быстро высох. Конечно, мне интересно будет, как он держится в течение дня. Пока что откладываем мусс в сторону. Потому что хайлайтер я буду наносить чуть-чуть попозже. И берем наши вот эти вот румяна. Жаль, что из тех теней, которые я хотела купить, все было разобрано. Есть там достаточно симпатичные цвета. А брать абы что я не захотела. Потому как человек, который все-таки будет собирать косметичку от Artvisage, я не думаю, что он от больших денег будет покупать косметику Artvisage. Конечно, абы что советовать вам не хочется. Хочется понимать именно, что те продукты, которые я купила, тоже мне нравятся. В целом, конечно, макияж не в моем стиле. Но он получается таким, наверное, будет не очень обремененным и тяжелым, а достаточно легким. И чтобы вам еще раз сказать, румяна компактная стоит 185 рублей 10 копеек. А теперь подойдем к подводке фломастер. 202 рубля 76 копеек. Cat Eyes называется. Вот, понятно, какой марки. Но данную подводку мне посоветовали как очень-очень стойкую. И правда, сводчи на руке я смогла смыть не сразу. Поэтому посмотрим. Здесь, конечно же, фетровый кончик. Не очень кончик этот пластичный и подвижный. И мне супер легко рисовать стрелку. По мне он немножко твердый. Я привыкла к более мягким, наверное. Ну и его цветность. Я не знаю, что с ним делать. Трясти его. Я заметила, что к концу глаза он уже почему-то... Ну, бюджетным лайнером, видимо, сложно это удается. Он как-то начал чуть свою пигментацию терять. Это плоховато. Я надеялась, что он будет лучше. Как бы меня хватило на вторую стрелочку. И это опять 200 рублей на ветер. Одноразовая подводка. Как и от Essence. У меня была такая же история, друзья. Вроде кое-как удалось нарисовать стрелочки. Не совсем довольны этой подводкой. Во-первых, хвостик не пластичный. Во-вторых, конечно же, эта история с... Тем, что у нее цветность пропадает. И сейчас я возьму другую кисточку. Такую чуть... Здесь делаю цвета побольше. Уголки глаза. Поскольку теней других у меня нет, я все продолжаю работать своими румяными. оттенки 104. И давайте возьмемся за самую рискованную часть данного мероприятия. На мой взгляд, это брови. Потому что я буду их делать теми же тенями. Потому что ничего другого у меня нет. Не прочертить я их четко не смогу. Но у них... Я не нашла карандаша для глаз. У них есть их знаменитый гель для бровей. Такой гель в бесцветном оттенке у меня есть. И я им буду фиксировать брови. И он, говорят, очень классный. Но для меня это будет впервые. Купила-то я его уже достаточно давно, этот гель. Но пока что для себя еще не использовала. И сейчас буду его пробовать тоже впервые. Он стоит около, кажется, 90 рублей. Красные брови это кошмар. Друзья, надо как-то спасать ситуацию. Мне совсем, совсем это не нравится. Поэтому просто возьму карандашик от Мебелина и быстренько нарисую себе что-то приличное на бровях. И следующим шагом у нас будет тушь. И тут, как я вам и обещала, ничего нового абсолютно нет. Потому что эту тушь я давно люблю, давно использую. И, пожалуй, не хочу использовать ничего другого. Для начала завьем реснички и потом уже накрасим их тушью. Итак, тушь стоит около 170 рублей без скидок. Но можно купить также и за 130, когда бывают скидки в золотом яблоке. Это моя любимая тушь на данный момент. У нее силиконовая щеточка с не очень длинными ворсинками. Как вы понимаете, у силиконовых щеточек не бывают длинные ворсинки. Для любителей натурального объема сразу не сюда. Этот тушь дает эффект распахнутых ресниц, таких густых, не четко разделенных ресничек к ресничке. Это больше эффект кукольных, эффект драма. Если вы любите такой эффект, а не любите такую натуральность, как будто вы не накрашены, то, конечно, попробуйте тушь Чикаго. Если вы любите ньют и натуральные реснички, то не пробуйте ее, даже будете на меня ругаться. Потому что есть у нее свои, как говорится, адепты и есть противники. Но поклонников у этой туши, насколько я знаю, намного больше. Потому что она не только за свои 100 с небольшим рублей красит хорошо, но и в принципе в сравнении с дорогими люксовыми тушами для меня сейчас является фаворитом. Одно из главных тоже достоинств этой туши, то, что она не... Ну, во-первых, долго, очень надолго ее хватает. Во-вторых, она не отпечатывается ни сверху, ни на верхнем, ни на нижнем веке. Вообще ни в каких условиях погодных. И, конечно же, то, что она безумно классно держит изгиб. Я еще не встречала туши, которые на моих прямых ресницах так хорошо держали бы изгиб. Вот я завью реснички, ее накрашу, и в таком же состоянии будет через несколько часов. И теперь давайте перейдем к лицу. К сожалению, базы у меня никакой нет. Мы сегодня будем просто наносить тон. Это будет вот такой известный, знаменитый тональный крем устойчивый, с увлажняющим комплексом витамином Е. У меня в оттенке 202. Не совсем уверена, что он подойдет для моего тона лица. Но, к сожалению, с другим оттенком были проблемы. И он у нас вот тут вот запечатанный. Так что мы сейчас его раскрываем. Это для вас как обозначение того, что я его на самом деле использую в первый раз. Тот 27 рублей 96 копеек. Но я уверена, что он продавался с какими-то скидками. Густой достаточно. Я буду сегодня пользоваться своим спонжем от Real Techniques. Потому что это наиболее надежный, мне кажется, способ. Пробуем. Такой. Что же в нем? Может быть не так. Его очень хвалит Наталья Шик. Его недавно очень сильно похвалила Диана Суворова. Если вы смотрите этих визажистов, блогеров и доверяете их мнению. Не во всем, конечно, я доверяю их мнению. У меня есть и собственное мнение. Но в общем и целом, многие продукты, которые они советуют, мне подходят. Ну, нет. На самом деле, тон подошел. Не знаю, видите ли вы это. У них есть такой же, что-то вроде сияющий называется. Но его, как я понимаю, не очень советуют. Перекрывает он не супер. Среднее, я думаю, такое покрытие. Но его цена, девчонки. И достаточно приличная упаковка при этом. По первым впечатлениям, тон лёг достаточно неплохо. Он не дает 100% сумасшедше матового покрытия. 202 оттенок почти-почти мне подошел. Сумел подстроиться под мою кожу. Дальше я смотрю на себя в зеркало и делаю какие-то выводы. Еще раз, покрытие не 100%. И так же у нас история с тем, что его достаточно много уходит на бьюти. Спонжики от Real Techniques. Но в целом, его практически не видно на лице. Такое натуральное достаточно покрытие. Поэтому могу сказать, что пока что он мне нравится. Что будет дальше, посмотрим. Пудра. Выглядит она зеркалом, кстати, чего немногие бюджетные марки себе. Позволяют, например, косметика Catrice Essence. Их пудры идут без зеркал. Да и у Maybelline часто без зеркала. Вот такой у меня оттеночек. Она называется компактная пудра Perfect Skin для жирной и комбинированной кожи. Как вы понимаете, я себе специально такую брала. Компактная стоит 179 рублей 94 копейки. Уж не знаю, что тут в ее составе. Тальк на первом месте. Любители, точнее противники талька. Я знаю вас много. Я не сильно, не часто присматриваюсь к составам пудр. Потому как для жирной кожи, наверное, можно ожидать, что тальк часто будет на первом месте. Ну, она практически не пылит. Такая пудра себе и пудра. Неплохо заматировала лицо. Посмотрим, насколько она будет держать, конечно же, все это мотирование в течение дня. Упаковка, ну, достаточно неплохо. У меня в 0,5 оттенке и пудра здесь 7 грамм. С зеркалом и спонжем, ну, это, наверное, главный вариант для сумочки. Поэтому очень-очень удобно, конечно же, сделали. Что еще осталось у меня? Боже, я забыла консилер, девчонки. Я его сейчас не буду использовать. У меня часто происходит история с забыванием консилера. Но я не могу уже на припудренное лицо наносить консилер. Поэтому обязательно вам расскажу о нем. У меня в оттенке 101. Расскажу о нем в ближайших видео о своих покупках. Такой случился фейл. Здесь кисточка. И очень-очень, очень, я бы сказала, приятный светленький оттенок. Он не желтит. Чуть-чуть светлее моей кожи. И достаточно плотный. Но сейчас уже... Рискну. Я нарушаю все правила. Вы любите нарушать правила? Неплох. Я бы сказала так, что он очень неплох. Надо его дальше пробовать. Но я не главный пользователь консилеров. Потому что у меня нет кругов под глазами темных. У меня в основном, наоборот, я бы сказала, такие мешки под глазами. По утрам от... Некая отечность бывает. Поэтому консилер меня в этом деле не спасет. И теперь приступаем к контурированию. Куда же мы без него? И мы опять берем наше вот это средство. И посмотрим теперь, как этот оттенок смотрится на скулах. На бровях он смотрелся не айс. А вот на скулах вполне имеет себе вообще право на жизнь. Я бы сказала так, что данный оттенок мне чем-то напоминает The Balm мой любимый такой блаж бронзер два в одном. Потому что тоже такой цвет. Что-то среднее между контурингом и румянами и бронзером. Что-то посерединке. Переборщить с ним сложно. Он не высоко пигментированный. Поэтому я вот тут наслаиваю, наслаиваю. И все продолжает быть хорошо. И теперь возьмем мусс опять. И нанесем его. Может быть на камеру это выглядит и нормально, но в жизни мне это не нравится. К сожалению. Может быть потому, что нужно было непосредственно на тональный наносить. Нет, 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 нет. Даже не буду пробовать на нос. К сожалению. В качестве хайлайтера для меня он не подошел. Помада у меня в 704 тоне. Это матовая помада. Матовая помада. 224 рубля 61 копейку. Но посмотрите, за свои деньги она выглядит очень и очень прилично. Конечно, это не супер дорогой пластик. Но, во-первых, вот эта фишка с нажатием. Во-вторых, очень красивый цвет. Ну, тюбик, понятно, у всех помад у нас будет красивый. И так лаконично, симпатично, не стыдно. Давайте пробовать наносить. Ну, давайте теперь о помаде. На камеру смотрится достаточно неплохо. И оттенок я удачный выбрала. Еще раз повторюсь, это оттенок 704. Она немного подчеркнула шелушение на моих губах. Я замучилась, честно говоря, с ее нанесением. Потому что она тянет губу. Ее сложно наносить. Она не такая мягкая, как хотелось бы. И при этом стопроцентного эффекта матовости тоже я не вижу. Но сложна в нанесении, сложна прорисовывание контура. То есть я бы ее посоветовала все-таки на карандаш куда-то наносить. Как она будет в течение дня, посмотрим. Но по первым впечатлениям, честно говоря, мне не понравилось. Если у меня были восторги от помад Катрис по первым впечатлениям сразу, то здесь так себе. Да, на камеру достаточно неплохо на видео для вас. Вживую не сказала бы. Макияж у нас готов. Я не знаю, нравится вам он или нет. Мне, в принципе, с небольшими спорами со своей совестью, конечно, можно сказать его приемлемым. Дневным макияжем, ежедневным макияжем. Поэтому давайте продолжим рассказывать о продуктах. Итак, есть что-то, что мне уже давно нравится. Есть что-то, что мне и сейчас достаточно показалось приличным. А есть что-то, что я оценю только через какое-то время и смогу вам дать свое мнение. Либо в фаворитах, либо в олдсайдерах. Или, может быть, как и относительно косметики Катрис, сниму свое окончательное мнение через 3-4 месяца использования. Если вам интересно было бы такое, то, конечно, поддержите меня своими пальчиками вверх и комментариями. Итак, по порядку нанесения продукта. Неплохая, достаточно с приятным запахом база под тени Colorfix от этой марки. Она неплохо фиксирует пока на данный момент. Прогревает ли она стойкость в целом, мы узнаем дальше. И на каких конкретно тенях работает, узнаем дальше. Мне придется забросить мою любимую базу от NARS и попробовать чуть-чуть попользоваться вот этой базой от Artvisage Colorfix. Но, в принципе, это такой легкий кремик с приятным запахом. Следующий продукт от марки – это вот такая новиночка Inside Magic Mousse в оттенке 104. Честно говоря, двоякое впечатление. Напомнил мне, еще раз повторюсь, очень сильно напомнил продукты от Estrada. Они мне тоже не слишком хорошо зашли, потому что при сильной растушевке просто что-то слегка поблескивающее становится. Мне нравится несколько более интенсивный макияж на глазах. Поэтому вот здесь вот, кто любит легкость, конечно, можно вам покупать этот оттенок бежевый, я бы сказала, такой нежно-кремового цвета. В целом он получше нанес, чем у меня, чем продукты от Estrada на глазах, потому что его видно, вот на данный момент его видно, и он не делает века старым. Он не старит века, что очень важно, и он быстро засыхает, быстро фиксируется. Но, скорее, я не знаю почему, скорее такая четверка с минусом где-то у меня для этого продукта, потому как он еще и в качестве хайлайтера не зашел, у меня не сработал. Ну, извините, кто его уже полюбил, извините, конечно же. Дальше у нас с вами был тушь, и я уже все сказала вам, и когда делала макияж, любимая моя тушь на все времена. Кто любит эффект драмы, обязательно берите. Я ни в одном видео вам уже хвалила, и даже если вы не уверены, понравится она вам или нет, 130-180 рублей отдайте и попробуйте. Это совсем не жалко, как для меня. Я покупала ее, не надеясь ни на что, но получила хороший эффект. Теперь у меня в руках лайнер, который называется Cat Eyes High Definition Black Pen Eyeliner, который имеет фетровую кисточку, и здесь, конечно же, для меня провал, как был в подводке, по-моему, Essence, Catrice, с недорогими вот этими подводками из очень бюджетного сектора, у меня получается история не очень хорошая. Здесь тоже на первый глаз было еще окей, на второй глаз уже было пигментации меньше. Мне хотелось бы, что лайнер давал пигментацию хотя бы одновременно на два глаза, а потом брал себе некую передышку до следующего макияжа. Когда вот на один глаз, а потом уже передышка, это, конечно, чересчур, мне кажется. Поэтому вот лайнер я вам не посоветую. Брови мне удалось накрасить только карандашом Maybelline, но фиксирующий гель от Artvisage, давайте проверим брови, но он как-то и не чувствуется особо на бровях, я не знаю, что сказать. У него множество поклонников, я не буду брать какое-то для него плохое мнение, потому как я вообще, в принципе, не сильный любитель фиксирующей гели, у меня брови не торчат в разные стороны, мне не надо их старательно причесывать, расчесывать, они, в принципе, достаточно хорошо лежат в одном направлении, там пара волосков, которые выбиваются из системы, я их всегда убираю, поэтому напишите вообще, какие продукты вы от Artvisage пользуете и что вам нравится. Дальше у нас был тон, тональный крем устойчивый, мне кажется, что сейчас он еще лучше уселся, как говорится, схватился на моем лице, и мне нравится, как он выглядит на лице, живенько, но при этом нет эффекта маски, его не сильно видно, не сильно заметно на лице, но при этом, так скажем, в такие все внешние покраснения, какие-то недостатки моего лица, он тут прыщик не сильно скрыл. Ну, в целом, неплохо, посмотрим, как он будет держаться, он же заявлен как устойчивый, у меня в оттенке 202, его копеечная цена в 100 с лишним рублей, по-моему, была еще, конечно же, скидка, но вот эта копеечная цена просто удивляет, SPF 6 даже здесь есть, его очень хвалит Наталья Шик, рекомендует практически во всех своих видео, его очень похвалила Диана Суворова, которая делала на него недавно тест-драйв, и посмотрим, что, как понравится он мне, обязательно отслеживайте в Instagram, обязательно отслеживайте моих видео на YouTube, будет дальнейшее мнение об этом тональном, потому что на данный момент это всего лишь первое впечатление. Консилер, к сожалению, как вы поняли, чуть-чуть только в уголке глаз я попробовала, но в уголках глаз он ничего мне не попортил и не испортил, я думаю, что консилер будет неплох, и я знаю, что у него тоже много поклонников, у меня в оттенке 101, потому что другие оттенки вообще все были раскуплены. Пудра. Могу поставить ей для бюджетного сектора вообще твердую пятерку, потому что она хорошо заматировала мою кожу, она не дала никакого цвета покрытия, она оказалась, так скажем, достаточно прозрачной, но у пудры для бюджетного, для мега бюджетного сектора имеется, во-первых, уховка достаточно неплохая, во-вторых, зеркало, где вы это видели, я не знаю, и достаточно крепкий пластик, то есть вы можете даже носить ее с собой, у меня в оттенке 0,5, достаточно такой нейтральный, спокойный оттенок, они есть в большом количестве оттенков, там даже что-то вроде бронзера можно подобрать себе среди этих пудр. И дальше к самому непосредственно бронзеру, это румяна в оттенке 106, и это оттенок чем-то напоминающий мне, может быть, Harmony, может быть, от The Balm, мои любимые румяна бронзер, это что-то среднее, да, бронзирующее, румянизирующее вас средство, мне понравилось, в принципе, потому как для новичка вообще шикарно, оно вам не поставит пятен, много-много наслаивать можно, пигментация достаточно легкая, как для глаз, так и для щек, для скул очень хорошо, для бровей нет, сразу стало видно красный пигмент, а вот даже на глазах он виден, как такой коричневый пигмент, и на скулах он тоже виден, как достаточно такой удобный для скульптурирования, нет, на NYX он не холодный, в нем есть что-то румянистое, конечно же, и в целом этот продукт мне понравился, и последнее, это помада, матовый эффект, очень красивый тюбик, я бы сказала, для бюджетного сектора, это очень красивый тюбик, ботинки 704, помада уже повредилась, потому что мне на нее приходилось очень сильно давить, в связи с тем, что она тянет губы за собой, плохо их прокрашивает, поэтому я скорее помаде поставлю минус, чем плюс, единственное, у нее очень красивый цвет, который вы сейчас наблюдаете на моих губах, но я такие цвета люблю, я их часто беру, в остальном, плюс-минус комфортно на губах, небольшие шелушения подчеркнула, матовый эффект, ну давайте я еще раз проверю матовый эффект, нет, она не 100% матовая, она дает, она кремовая, я бы ее назвала кремовой, очень сложно было наносить, понадобился карандаш, из-за того, что она тянет губы за собой, из-за того, что она такая, как бы, не мягкая, как бы я сказала так, то у меня с ней были небольшие проблемы, я не думаю, что я бы рекомендовала вам эту помаду, спокойно можно взять у Essence, у Catrice, очень симпатичные помадки, в целом, марки, можно поставить твердую четверку, потому как, ну во-первых, когда-то мы называли бюджетным сектором, косметику, L'Oreal, я не знаю, Maybelline, Pupa, это все был бюджетный сектор, сейчас, это перестало уже быть бюджетным сектором, средство в этих марках стоит под 1000 рублей, и это не каждый себе может позволить, поэтому я бы уже приблизила эти марки, где многие из средств стоят от 500 до 1000 рублей, что-то даже больше 1000, я бы приблизила эти марки уже ближе к middle market, так же появилась у нас в России теперь новая категория, это бюджетные средства, это такие марки как Catrice и Essence, я бы назвала это так, но и новая, совсем новая ниша, это супер бюджетные средства, я бы так для себя назвала, супер бюджетная косметика, которой как раз отнесла бы я Artvisage, потому что она стоит дешевле даже, чем Essence и Catrice, стоимость таких тональных помад, не знаю, там средств для бровей и так далее, вы не сможете найти даже в Essence и Catrice, у них это стоит чуть-чуть дешевле, поэтому Artvisage является очень доступной на рынке маркой, с достаточно хорошим качеством, которое признают даже визажисты, некоторые их продукты, поэтому сходить на стенд, посмотреть, потестить и попробовать для себя, конечно, я вам советую, потому что достаточно хорошее качество у марки, но при этом мне жалко будет потраченных денег, а если вы еще и новичок, и вам нужно купить все для себя, сразу вашу косметичку, то, конечно же, вам можно очень бюджетно это сделать с помощью марки Artvisage, средства для человека, который не имел много для себя, с чем сравнить, покажутся хорошими, нормальными, как я и сказала, на твердую четверку, некоторые из них, например, как тушь для меня, покажутся на пятерку, десятку и так далее, поэтому я могу сказать, что эта марка не для гуру таких макияжных, не для тех людей, которые попробовали множество всего и уже пересытились косметикой, вас марка Artvisage мало чем сможет удивить, ну а для людей, вот как раз таки, которые только начинают свой путь, вполне-вполне, очень даже, я бы сказала, что могут многие средства порадовать и пригодиться, так это было мое честное мнение, если вы хотите увидеть видео через 2-3 месяца использования этой косметики, обязательно ставьте пальчик вверх, обязательно пишите это в комментариях, а также пишите ваших фаворитов от Artvisage, и пишите каким брендом вы бы хотели увидеть в следующее видео монобрендовый макияж, мне было бы очень интересно почитать, какие бренды сейчас наиболее пользуются спросом и возможно в одном из следующих видео, конечно же, выйдет макияж еще какой-нибудь отдельной маркой, спасибо большое, что смотрели меня, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, заходите в гости на инстаграм, всем пока-пока, до встречи в новых видео!